Планета Дзюдо 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 Вот в нашем понимании, что современный воин, единоборец должен водить в многих единоборствах. То есть искусство мтьфов — это основа, которая образовалась из джиу-джитсу, известного искусства самараев, и техники мяча. Мы понимаем, что многие постановки форм, рук, ног шли от владения мячом, и это перешло в каратэ и в живую жизнь. То есть в единстве это дает целостное представление о воине, о самарае. Дети начинают с джиу-до, начинают с страховки, с водения, с изучения терминологии вонской. Дети начинают сапоэтапно продвигаться, как во всех школах, сдавать на пояса и участвовать в соревнованиях. Акцент мы делаем на том, что все дети индивидуальны, и всех детей подводить под одни параметры неправильно. И мы даем возможность каждому ребенку расти над самим собой. Самое главное, чтобы он улучшался каждый день и становился лучше, чем был вчера. Это самое главное, потому что когда человек раскроется, когда ребенок достиг максимума своих результатов, неизвестно никому. Но то основа, которую закладывается единоборствами и джиу-до, позволяет ему понимать, что труд, стремление стать лучше, стремление достигать мастерства закладывается как основа всего, что будет дальше происходить с человеком. И мы знаем, что ЮНЕСКО признано джиу-до как самым лучшим видом спорта по подготовке и воспитанию детей с 4 до 21 года, потому что это является интеллектуальным видом спорта, так как любое действие в джиу-до происходит от взаимодействия. И невозможно, не учитывая реакцию соперника, сделать какое-то действие, только совместно. А здесь уже получается, что нужно думать, нужно предполагать, что сделает соперник, понимать его реакцию. И поэтому это является сложным искусством, которое позволяет развивать мозг, умение думать, умение мыслить и развиваться гармонично. Вы сказали, что Ваш клуб называется «Русский самурай». Это название... Почему было выбрано именно такое название? Ну, хороший вопрос. Конечно, слово «самурай» очень воодушевляющее значение производит на ребенка, на человека. То есть, кто такие воины, да? То есть, воины, а так как искусство джиу-до, это японское искусство, да? А лучшие воины в Японии – это самураи. А мы живем в России, да? И я бы хотел, чтобы мои ученики были истинными русскими самураями, да? Почему русскими, да? Сохраняя русский дух, мощь русского духа, да? И изучая традиции и искусство Японии, да? Которое очень сильно продвинулось в этом. Чтобы совместилось непоколебимый русский дух, да? И мастерство Японии. Можете ли вы выделить три основных задачи, которые вы ставите перед собой, как перед учителем в тренировочном образовательном процессе? Самое главное – это воспитание Личности. Да, это главное, чтобы ребенок становился Личностью. В нашем понимании Личности – это человек, который живет не только своими интересами, но и интересами жизни других людей. Личности – это люди, которые, в первую очередь, хотят и понимают, что нужно в обществе. И я мечтаю, чтобы наши ученики стали такими людьми, чтобы они стали настоящими, честными, открытыми, добрыми, сильными, смелыми, да? И заняли самые большие, высокие позиции в жизни, в России, в нашем городе. И чтобы такими людьми гордились родители, чтобы они были на радость всем знакомым и близким, чтобы это были исключительной внутренних качеств люди, в сочетании доброты, смелости и силы. Это основное. Поэтому, конечно, в первую очередь, это уважение друг к другу, внутри коллектива, чтобы ребенок понимал, что сила нужна для того, чтобы защищать слабых, а не для того, чтобы улучшаться или как-то возвышать себя друг другим. Это над чем мы делаем акцент. И дальше. Второе – это борьба со страхом. Потому что любой спарринг и любая хмите, любая борьба – это прежде всего преодоление страха. Потому что ребенок выходит с соперником где-то выше, где-то больше, ему страшно. И вот эти первые секунды и в дальнейшем борьбе, когда он на каждой тренировке преодоляет свой страх, постепенно закладывает основу его будущего, будущей уверенности в себе. Это вот второй момент. И третий момент, наверное, это правильное отношение к родителям и к учителям. Чтобы дети, в первую очередь, были лучшими детьми для своих родителей. Чтобы они ценили, уважали все, что делали родители для них. И такие беседы и разговоры мы проводим внутри клуба. И говорим, насколько это важно. И когда есть вот эта связь ребенок-родитель, и когда родитель помогает ребенку достигать, и ребенок ценит то, что здесь получается хороший результат. Потому что невозможно в моем понимании достичь результата, если нет стремления ребенка, нет стремления родителя, и нет стремления тренинга. Вот три составляющие главные для успеха в бегу единоборства. Ну и в заключение хочется, чтобы вы, может быть, обратились к тем, кто живет в городе Раменское. И как-то, может быть, какой вот такой мотивационный позыв. Почему стоит прийти и попробовать начать занятия дзюдо? Во-первых, я хочу всех родителей понять, что развивая своих детей, они увеличивают свое ощущение счастья за радость в достижении своих детей. Что счастливый ребенок, уверенный, способный достигать в этой жизни хороших результатов, это счастье и понимание родителя, что он достиг того, чего хотел, что его ребенок живет лучше и качественнее, чем жил он. Это задача любого родителя, чтобы дети жили лучше, чем жили мы. И единоборство действительно закладывает такой фундамент для того, чтобы стать успешным в жизни. Поэтому занимайтесь любыми единоборствами, да, приходите, занимайтесь дзюдо, мы всегда рады, да. С добротой и теплотой всегда встретим ваших детей и воспринимем их так же, как своих и родных. Будем их вести пока не будет тесна. Приглашаем вас. Большое спасибо Роману. Вот он подарил такую прекрасную книгу с многозначительным названием «Тренер», которому нет равных. Будем к этому стремиться. Да, да. Раз Роман верит в нас, я думаю, у нас все получится. Спасибо большое за подарок. Хочу сказать, что многие, конечно, уже наслышаны об этой книге, те, кто увлекается боевыми искусствами. Эта книга написана о Евгении Михайловиче Чумакове. Написана она Ильей Цыпурским. Это учеником Евгения Михайловича Чумакова. А Евгений Михайлович – это известная личность в области самбо, педагогики. И если вы вдруг увидите где-то на прилавках эту книгу, хотя она очень редкая, незамедлительно она должна оказаться в вашей библиотеке, если вы изучаете боевые искусства. Спасибо. На этой позитивной ноте я также присоединяюсь к словам Владимира. Если вы из города Раменская или окрестностей, добро пожаловать в Клуб «Русский самурай». До новых встреч. С вами был Роман Карасев и Владимир Сычев. Город Раменская. Клуб «Русский самурай».